Доброе утро, коллеги! Меня зовут Ашметова Евелина, я основатель школы Девалтера. У нас сегодня очень необычный, если честно, формат мероприятия, потому что мы сегодня будем говорить не просто о концепции, о красоте, а о том, как финансировать конкретный объект, как построить школу за счет бюджетного финансирования, редкая, очень интересная для многих тема. И почему мы ее проводим именно сейчас? Потому что надо, по сути, успеть принять участие в госпрограмме для застройщиков до середины осени 2021 года. Проводим мы мероприятие сегодняшнее в формате открытого вебинара и итоги этого вебинара, вернее его запись, мы разошлем всем тем, кто зарегистрировался сегодня, вне зависимости от того, видите вы сейчас прямой эфир или нет. С нами сегодня на связи будут коллеги из адвокатского бюро Качкин и партнеры. Я всех чуть-чуть попозже представлю. Также у нас будет приглашенный спикер из ВБРФ. А сейчас я хотела бы сказать небольшую преамбулу. 9 марта 2021 года вступили в силу поправки в государственную программу Российской Федерации о развитии образования, согласно которым регионам из федерального бюджета будут предоставляться софинансирования на создание школ. И предполагаемая сумма этого федерального участия достаточно значительно, 500 миллиардов рублей. Эти средства будут выделяться при создании школ по концессионному соглашению, одной из моделей КЧП. И через реализацию такого формата могут в том числе закрываться потребности сострочков создания школ, инфраструктурных тех самых объектов, о которых мы так много говорим на наших форумах for cities, да, и которые мы с удовольствием посещаем в рамках наших бизнес-туров. Так вот, регионы подают заявки на федеральное софинансирование в несколько очередей. И этой осенью состоится последняя третья очередь. Будут приниматься заявки, предусматривающие создание школ до конца 2024 года. И в нашем эфире сегодня эксперты практики проанализируют эти изменения в законодательстве и дадут советы участникам вебинара, которые будут базироваться как раз на предыдущих нескольких очередях, заходах, потоках, да. И, соответственно, по итогу вебинара вы сможете узнать о новых требованиях, особенностях условия участия в федеральном софинансировании в рамках этого конституционного соглашения, проанализируют вместе с нами основные параметры других моделей создания социальных объектов в государственном участии. И сможете задать любые вопросы о своих проектах и получить ответы от ключевых игроков рынка. Трансляция идет сейчас прямо на YouTube. Соответственно, вы сможете задавать вопросы на YouTube. Или же при регистрации вы видели наши контактные данные. Там есть телефоны школы девелопера, там есть почта инфо. Вы прямо во время эфира можете задавать туда вопросы, если вам неудобно это делать на YouTube. И мы будем ловить эти вопросы и в прямом эфире задавать нашим сегодняшним спикерам. Так, вроде бы все организационные вопросы сказаны, проговорены. Соответственно, сейчас я передаю слово адвокату, управляющему партнеру, руководителю практики по инфраструктуре и ГЧП, адвокатского бюро Качкина, партнера Денису Качкину. Денис. Елена, спасибо большое за представление. Действительно, 22 февраля этого года было принято постановление правительства номер 247, которым были утверждены изменения в государственную программу развития образования. И эти изменения были призваны прежде всего решить системную проблему. Системную проблему, которая, в общем, если немножко назад, ретроспективно смотреть, она, в принципе, существует у нас в стране. Это проблема разбалансированности бюджетной системы, когда у регионов и муниципалитетов недостаточно средств для исполнения возложенных на них полномочий за редкими исключениями. Если мы возьмем там Москву, Тюмень, вот такие регионы, в основной своей массе действительно проблема достаточно понятная. Регионы у нас большей частью дотационные. И что мы получаем, если говорим о социальной инфраструктуре? Строятся жилые кварталы, появляются новые районы, но проблема социальной обеспеченности не решена. И в итоге регионы вынуждены либо использовать какие-то внеправовые методы решения проблемы, перекладывать эту задачу и головную боль на застройщиков, на девелоперов, либо вообще никак не решать эти задачи. В лучших случаях какие-то были эпизодические и отдельные меры государственной поддержки, которые помогали регионам просить денег у Российской Федерации, у федерального бюджета. Но в общем и целом системного механизма не было. И вот он появился. Это постановление правительства, это попытка найти системное решение ликвидации по сменности обучения во вторую и третью смену детей, не меняя основ бюджетной системы. И Российская Федерация, в чем смысл, собственно говоря, этой меры поддержки, предоставляет регионам средства для создания новых школ, в достаточно большом, действительно, размере, и как мы посмотрим, сегодня еще дополнительно проиллюстрируем. Но при этом это не единственная новелла, инновация. Меняется вообще, в принципе, подход к решению этой проблемы системно. Если на текущий момент, мы знаем, школа создается в основном либо через механизм госзаказа, либо застройщики строят сами и передают бесплатно, либо заплату в собственность с публичным правовым образованием созданные объекты, то, ну и в итоге, что мы получаем, если это госзаказ классический, у нас кто-то один проектирует по одному госзаказу, потом по другому контракту кто-то это строит, потом бюджетное учреждение это эксплуатирует. Ну и понятно, что проблема мультиплицируется с каждым этапом, с каждой стадией. Вот для того, чтобы эта проблема была решена, для того, чтобы у объекта появился единый хозяин и был предложен концессионный механизм, в рамках которого все три стадии являются ответственностью и обязанностью одного лица, который, в общем-то, и проектирует, и строит, и в дальнейшем занимается техническим обслуживанием этого объекта. Все функции сосредотачиваются в одних руках, что такой опыт есть, такие объекты сегодня создаются, концессии достаточно являются уже апробированным и успешно зарекомендовавшим себя инструментом. Поэтому вот на моей памяти мы занимаемся вопросами ГЧП и концессии больше 10 лет. Такого системного подхода к внедрению концессии в развитие инфраструктуры пока что не было. Это первый такой инструмент, и он достаточно масштабный, что, в общем, отрадно. И позволяет реализовать сегодня лучшие практики, которые накоплены за вот 15 лет развития рынка ГЧП и концессии. При этом надо понимать, что все 100% затрат и на привлечение инвестиций, на создание объекта, на проектирование и на его техническое обслуживание, они возмещаются за счет бюджета. Возможно, в принципе, даже 100% возмещение за счет федерального бюджета, она посредована через механизм иных межбюджетных трансфертов. Это массовая программа. Она предполагает привлечение в общей сложности около 500 миллиардов средств на создание объектов, образовательных объектов школ. Из них около половины, наверное, идет по концессионной модели. Предполагается 295 миллиардов привлечения в небюджетных средств инвестиций с последующим возмещением из бюджета. Будет создано в течение 15 лет 380 тысяч новых мест для учащихся. И вот общая программа создания школ на ближайшие 5 лет, она предполагает создание 1300 школ. Из них вот 800 должно быть создано через механизм консессионной субсидии. Повторюсь, программа рассчитана до 2038 года на 15 лет. Проблема, с которой столкнулись регионы, заключается в том, что они увидели недостаток компетентных, мотивированных участников. Тех, кто готовы были бы включиться в эту программу и принять на себя часть риска. Поэтому задача нашего, этого мероприятия, в том числе отчасти просветительская, для того, чтобы разъяснить, донести основные, основы понятия и того, какие же действительно риски принимают на себя девелоперы и застройщики. Они есть, безусловно. Для того, чтобы участвовать в подобном проекте, понятно, что нужно привлечение финансирующей организации. Ну, редко когда застройщик, девелопер готов брать на себя 100% инвестиций, либо там меньшее количество инвестиций, если будет капитальный грант на этапе стройки из бюджета для финансирования проекта. Но, если мы, допустим, исходим с того, что капитальный грант – это где-то 50%, то, что платится бюджетом, оставшиеся, допустим, 50% условно, это то, что будет возмещаться на этапе эксплуатации, и то, что потребует привлечения вне бюджетных инвестиций, вот из этих вот 50%, от 5 до 20% нужно будет проинвестировать в собственных средствах. Это проектное финансирование, иначе банки просто не предоставят его застройщику. И вот это, собственно говоря, цена риска. Риск, который, в принципе, можно, наверное, говорить о том, что в каких-то случаях при самом неблагоприятном сценарии застройщик-девелоперс может потерять эти средства. Хотя, ну, мои коллеги пояснят сегодня, дополнительно проиллюстрируют, что такая перспектива практически маловероятна. Но на что стоит обратить внимание, что за этот риск, в общем, возникает возможность заработать в три раза. Ну, понятно, что это строительная маржа на стройке, причем она тоже достаточно понятная и прогнозируемая. Там есть более гибкие механизмы управления различными рисками, в том числе удорожание строительных материалов, о которых, опять-таки, мои коллеги расскажут. Это доходность на вложенные инвестиции, которые тоже можно получить по вполне себе рыночной ставке. И доходность, связанная с получением понятного прогнозируемого дохода от технического обслуживания и эксплуатации этих объектов. Работа по этому проекту сегодня ведется активно по обслуживанию правительства. Первый круг, о котором сказала Евелина, уже пройден. И очень важно, что у нас сегодня в этом мероприятии будет участвовать, наверное, самый погруженный, активный в этот материал человек в стране, непосредственно разработчик основных нормативных документов, настоящий двигатель этого процесса, Алиса Денисова, исполнительный директор бизнес-блока ВПРФ. Но и мы, с той стороны, тоже помогаем в меру своих сил, консультируя ведущий национальный институт развития по вопросу внедрения новой программы и непосредственно участвуя в структурировании подобных проектов. Собственно говоря, наверное, на этом все. Вводное слово я завершил. Готов передать слово Евелине Любову Сене. Да, давайте мы перейдем дальше. Единственный у меня вопрос, Денис, вот как для обывателя. Я правильно понимаю, что вся эта история вокруг программы финансирования школы это в рамках того самого пресловутого инфраструктурного меню, о котором многие слышали, возможно, там края муха, это вот часть этой как бы программы, да? Инфраструктурное меню. Да. И потом, честно говоря, первый раз слышала. Не слышали? Ладно, сейчас я пришлю вам эту презентацию. Меню пришлют, да? Да, вы посмотрите, как это выглядит. Но вот гуляет у застройщиков, и нам тоже приходило с той стороны с вопросом, вот как в этом поучаствовать. Соответственно, вот предположила, что это часть одной цепи. Я нам коротко отвечу, да, что на самом деле такие программы, несмотря на то, что это первая программа, она не единственная. Сейчас вступила в силу еще программа по кампусам образовательным. Они намного капиталоемкие, там другие несколько правил, они такие пока что понятные и прозрачные, как по школам. И сейчас активная разработка, начата работа по спортивным объектам. Вот, как бы в этом смысле государство постепенно, так скажем, входит во вкус концессионных проектов. Окей, об этом мы тогда поговорим отдельно. А сейчас мы передаем слово руководителю, адвокату, старшему юристу практики по инфраструктуре ИГЧП, адвокатского бюро Качкиной партнера Лысюне Рутюнян, чтобы она вот именно рассказала об этой самой программе, о которой мы так долго и вкусно делали подводку с Денисом. Лысюне. Да, коллеги, доброе утро. Спасибо большое, что присоединились к вебинару. Вот вижу сейчас на Ютубе, что у нас смотрят уже там 54 человека. Очень приятно. И надеюсь, что мы сегодня достаточно продуктивно и полезно проведем время. Очень большая просьба. Если возникают какие-то вопросы, обязательно пишите. Если сможем ответить сразу в течение хода вебинара, ответим. Если нет, ну тогда чуть позже по ним вернемся. Сейчас тогда буквально секунду, выведу презентацию на экран. Так, программа федерального софинансирования. Уже коллеги представили какие-то ключевые основные параметры. Теперь погрузимся немного в детали. Основное регулирование этой федеральной программы содержится в постановлении правительства, Российской Федерации, в котором утверждена федеральная программа развития образования. Есть специальное приложение номер 27, которое касается именно этого федерального софинансирования. Кроме того, Минпросвещение выпустило ряд документов в форме приказов, писем, которые детализируют порядок проведения отбора проектов, утверждают положение комиссии, объявляют сроки отбора проектов и устанавливают ими детали, которые нужны для того, чтобы выбрать проект и предоставить федеральное софинансирование. Если говорить о цифрах, то федеральных денег, как уже сказали, предусмотрено сейчас в программе около 500 миллиардов рублей на весь срок реализации проекта. Но нужно иметь в виду, что помимо федеральных денег есть также и региональные и муниципальные средства, которые будут предоставляться в той части, в которой нет федерального софинансирования. Предварительно предусмотрено три очереди продачи заявок на софинансирование. Первая очередь уже завершена. Можно ознакомиться, на самом деле, с протоколом. Он размещен в начале августа. Там предусмотрено, что, по-моему, порядка 130 проектов были отобраны. И общая сумма федерального софинансирования этих проектов около 70 миллиардов рублей. Соответственно, еще остается 430 миллиардов для того, чтобы их освоить. Вторая очередь завершается в августе этого года. Поэтому, к сожалению, в нее попасть уже не получится. И самой перспективной является, наверное, третья очередь. Предварительно озвучивалось, что она будет где-то до середины осени 2021 года. Но вполне возможно, что она будет продлена с учетом того, что сейчас очень многие инвесторы проявляют интерес к этой программе. И вот для того, чтобы как раз дать возможность проработать проекты, предполагается, что, возможно, будет больше срок предоставлен для того, чтобы третья очередь была реализована. Отбор проектов выполняет специальная комиссия, которая создана Минпросвещением. И документы для отбора предоставляют регионы. Но для того, чтобы регионы предоставили эти документы, нужны инициативы от инвесторов и нужны определенные решения, которые регионы примут до того, как, собственно, они смогут подать заявку на сфинансирование. Об этом я расскажу чуть позже. Итак, один из ключевых вопросов. Для каких объектов предоставляется федеральное сфинансирование? В программе предусмотрено достаточно большое определение объекта образования. Если максимально упростить, то федеральное сфинансирование предоставляется в отношении школ. При этом школа должна быть оснащена оборудованием и средствами обучения и воспитания. Объект образования такой может быть создан как в результате строительства, так и в результате реконструкции. Для застройщиков, наверное, более часто является история со строительством, но мы видим примеры, когда и есть вариант с реконструкцией. При реконструкции нужно иметь в виду следующий нюанс. Федеральное сфинансирование предоставляется только на дополнительные места, которые создаются в результате реализации проекта. Соответственно, если, к примеру, реконструируется действующая школа на условные 100 мест и создается школа на 200 мест, то федеральное сфинансирование будет на только дополнительно созданные 100 мест. Это важный нюанс, который нужно иметь в виду. Программа позволяет в рамках одного проекта создавать не только школу, но и многофункциональный образовательный комплекс, в состав которого можно включить и детские сады, которые также актуальны для застройщиков, объекты спортивной инфраструктуры, какие-то иные объекты социальной инфраструктуры. Но нужно иметь в виду, что на такие объекты, помимо школ, федеральное софинансирование не будет предоставляться. В этой части возможно достигнуть договоренности с регионами или муниципалитетами, где будет реализовываться проект для того, чтобы эти субъекты предоставляли финансирование. Но, к сожалению, федерального софинансирования в этой части не будет. Проекты, которые софинансируются из федерального бюджета, могут реализовываться на двух уровнях. Либо это региональный уровень, либо это муниципальный уровень. Если проект реализуется на муниципальном уровне, то средства из федерального бюджета сначала предоставляются региону, а затем направляются в соответствующее муниципальное образование. По общей практике, скорее, рекомендуется реализовывать проекты на региональном уровне. Есть, в принципе, несколько причин, которые можно обозначить, которые нам говорят о том, что региональные проекты гораздо более безопасны, в том числе и для инвесторов, и для банков, которые участвуют в реализации таких проектов. Первый нюанс состоит в том, что, как я уже говорила, федеральное софинансирование предоставляется только на часть затрат. То есть полностью затраты за счет федерального бюджета не покрываются. Какую-то часть должны вносить регионы или муниципалитеты. В этой части гораздо более безопасным будет вариант, если стороной соглашения, которое вносит дополнительные средства, является именно субъект Российской Федерации. Второй нюанс связан с ситуацией, если вдруг по какой-то причине произойдет досрочное прекращение соглашения. Если мы говорим о консессионном соглашении, то в этой ситуации при досрочном прекращении инвестору компенсируются понесенные им затраты. Размер этой компенсации определяется в зависимости от основания для досрочного прекращения. Он может быть где-то больше, где-то меньше, но такая компенсация выплачивается как минимум в части средств банковских, которые привлек этот инвестор. Так вот, в ситуации, если происходит досрочное прекращение, выплаты опять-таки осуществляются из бюджета того публично-правового образования, с которым реализуется проект. В этой части, конечно, если мы говорим о школах, стоимость которых плюс-минус обычно составляет миллиард рублей, есть очень большие риски того, что муниципальное образование будет не в силах справиться с таким объемом компенсации при досрочном прекращении. Несмотря на то, что в течение срока действия соглашения предоставляется мифедеральное софинансирование, если речь идет о досрочном прекращении, то средств из федерального бюджета в этой части поступать не будут. Ну и в качестве еще одной причины, в принципе, отдельные банки готовы идти на взаимодействие с муниципальными образованиями. Единственное, нужно иметь в виду, что при таком взаимодействии обычно для муниципальных образований устанавливаются дополнительные требования, например, в части того, что не нужно брать какие-то дополнительные обязательства, что не очень позитивно воспринимается этими муниципальными образованиями. По нашей практике, скорее, более распространена ситуация, когда проекты реализуются, именно уготавливаются на региональном уровне. Еще один важный момент. Нужно проверить, что при выборе муниципального образования, на территории которого будет создаваться школа, нужно проверить, что у этого муниципального образования есть потребность в создании школы. В правилах софинансирования предусмотрен специальный порядок расчета этого коэффициента. Если этот коэффициент ниже 0 или ниже 0, то, соответственно, проект не будет софинансироваться из федерального бюджета. Информации о таких коэффициентах в открытом доступе нету, но есть сайт, созданный в ЭБРФ специально для регионов. У регионов есть доступ к информации о потребностях муниципальных образований, и, соответственно, путем обращения к регионам можно выяснить, возможно ли реализация проекта на территории соответствующего муниципального образования или нет. Программа федерального софинансирования предусматривает три формы реализации проектов, при реализации которых возможно получить федеральные деньги. Первые две формы подразумевают заключение государственного и муниципального контракта. В первом случае непосредственно на строительство или реконструкцию, во втором случае на приобретение уже готового объекта образования. Ну и третья модель, на которой мы сегодня остановимся, это консессионное соглашение. Есть ряд требований, которые предъявляются к как бы страшным муниципальным контрактам, которые должны соблюдаться для того, чтобы получить федеральное софинансирование. Максимальный срок действия контрактов должен составлять три года. Это требование вытекает из бюджетного законодательства. Важный момент, из-за которого в некоторых регионах возникают проблемы с заключением госконтрактов, при заключении госконтрактов должна использоваться проектная документация, которая разработана с применением экономически эффективной проектной документации повторного использования из реестров Минстроя России. И еще один нюанс, должно предусматриваться достаточно большое обеспечение исполнения контракта в размере 30% от начальной максимальной цены. Отмечу, что в рамках первого этапа отбора, который уже прошел, большая часть проектов это как раз-таки государственные и муниципальные контракты, в силу того, что это более распространенный механизм, в отношении которого есть больше опыта. Концессии там тоже есть, но пока вот в не очень большом объеме. И как раз-таки предполагается, что концессии станет существенно больше на втором и на третьем этапе отбора. Так, модель концессионного соглашения. Концессионное соглашение. Я, на самом деле, не буду очень подробно останавливаться, свящу только основные моменты. Концессия – это договор, который заключается между частной стороной концессионером и публичной стороной концидентом. Основное регулирование концессии содержится в законе о концессионных соглашениях. По этому соглашению концессионер обязан выполнить ряд обязанностей. Первое – это проектирование. Выполняется в случае, если концидент не передает проектную документацию. А второе – это создание и реконструкция объекта в публичную собственность. Это как раз-таки одна из характерных черт концессионного соглашения, связанная с тем, что объект соглашения находится в публичной собственности. Следующий этап – это эксплуатация объекта. На ней я остановлюсь чуть позднее. Техническое обслуживание объекта. И по завершении срока действия соглашения концессионер обязан передать объект конциденту. Обязанности концидента, в свою очередь, следующие. Это предоставление земельного участка в аренду концессионеру. Для того, чтобы предоставить земельный участок в аренду, не требуется специально какое-то проведение торгов, он предоставляется в исполнении уже заключенного концессионного соглашения. По правилам федерального софинансирования на момент подачи заявки об отборе земельный участок уже должен быть сформирован. При этом, с учетом также требований этих правил, в последующем нужно обеспечить нахождение этого земельного участка в собственности концидента. При этом такое нахождение в собственности концидента можно и обеспечить позднее, не обязательно это предусматривать уже на момент подачи заявки. Кроме того, концидент предоставляет концессионеру правовладение и пользование объектом соглашения. Важная обязанность концидента – это выплата определенных денежных обязательств. До ввода в эксплуатацию выплачивается капитальный грант концессионеру, который покрывает часть затрат на создание. После ввода в эксплуатацию выплачивается плата концидента, которая также покрывает часть затрат на создание, которые не были выплачены до ввода в эксплуатацию. И также покрывает затраты, которые возникают уже после ввода в эксплуатацию. И еще один важный нюанс, который является важной гарантией для концессионера – в случае досрочного прекращения выплачивается компенсация. Как я уже говорила ранее, эта компенсация в любом случае включает возврат долга и процентов привлеченных от кредиторов, от банков. Плюс в зависимости от основания досрочного прекращения компенсация может включать в себя в том числе затраты, понесенные консессионерам, а также доходность на вложенные инвестиции и иные затраты. Модель концессионного соглашения достаточно существенно отличается от государственных муниципальных контрактов. Первый нюанс связан с тем, что срок действия концессионного соглашения превышает 3 года. Это большое преимущество для публично-правых образований, поскольку это позволяет обеспечить рассрочку платежей в течение более длительного срока, чем, например, на срок действия государственного муниципального контракта. Это делает модель концессионного соглашения гораздо более интересной, привлекательной, нежели модель государственного контракта. Но есть и отдельные моменты, которые могут сделать концессию менее привлекательной. Они стоят в том, что помимо инвестиционной стадии, которая есть и в государственном муниципальном контракте, концессия включает в себя и эксплуатационную стадию. Эксплуатация подразумевает под собой выполнение работ по техническому обслуживанию, а также выполнение образовательной деятельности. С учетом того, что создается школа, такая образовательная деятельность должна являться как раз таки образовательной деятельностью по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Но модель концессии позволяет концессионеру привлекать третьих лиц для исполнения соглашения. Соответственно, концессионер может самостоятельно не выполнять образовательную деятельность, а привлечь в том числе и государственную или муниципальную образовательную организацию для выполнения этой деятельности. Еще одним отличием можно назвать то, что по общей практике государственные муниципальные контракты заключаются уже при наличии проектной документации, в то время как по концессиям чаще всего проектную документацию в течение срока действия соглашения разрабатывает уже концессионер. Есть ряд требований к концессионным соглашениям, которые предъявляются государственной программой, в том числе максимальный срок действия концессии не должен превышать 15 лет. На практике, по тем проектам, которые мы видели, чаще всего срок действия соглашения это где-то 7-8 лет, предусматривается примерно 3 года на инвестиционную стадию и где-то 5 лет на эксплуатационную стадию. Максимальный срок создания и реконструкции как раз таки не должен превышать 3 года. Ну и кроме того, в программу софинансирования включен достаточно большой перечень обязательных условий, которые должны быть предусмотрены в концессионном соглашении. В противном случае федеральное софинансирование не будет предоставляться. Это на самом деле такой уникальный акт, потому что до этого не были предусмотрены подобные акты, где для предоставления каких-то федеральных средств был бы предусмотрен достаточно такой подробный перечень условий концессионного соглашения. Если кратко обозначить жизненный цикл концессионного проекта, то помимо тех процедур, которые предшествуют заключению соглашения, после заключения концессионного соглашения, то есть достижения коммерческого закрытия, концессионер выполняет проектирование, по итогам проектирования определяется стоимость объекта и с учетом этой стоимости проводится этап финансового закрытия. В течение этого этапа концессионер привлекает средства от кредитных организаций, а также привлекает акционерное финансирование. На этом же этапе, с учетом специфики проектов с федеральным софинансированием, публичная сторона должна будет подтвердить возможность получения средств из федерального бюджета. Далее выполняется этап создания или реконструкции, и после этого в течение срока предусмотренного соглашения концессионеры обеспечивают эксплуатацию и техническое обслуживание объекта соглашения. Есть такая достаточно, на первый взгляд, сложная схема финансовых потоков концессионного соглашения, что достаточно много участников вовлекается, но на самом деле все, в принципе, просто. Синими стрелками отмечены те потоки, которые идут до ввода в эксплуатацию объекта соглашения. Соответственно, до ввода в эксплуатацию концессионер привлекает долговое финансирование от кредиторов, привлекает долевое финансирование от акционеров и иных лиц помимо кредиторов, также привлекает капитальный грант от концидента, который, в свою очередь, в отношении которого концидент получает частичное софинансирование из Минпросвещения. После того, как начинается этап создания, концессионер, соответственно, оплачивает услуги подрядчикам за счет тех средств, которые им были ранее получены, и в течение стадии создания обслуживает долговое финансирование. После того, как объект уже введен в эксплуатацию, концидент выплачивает конциденту плату концидента, на которую получает федеральное софинансирование из Минпросвещения. Концидент заключает договор с образовательной организацией, которая, как я уже упомянула ранее, может быть государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, и получает плату по договору об использовании объекта. Здесь нужно отметить, что эта плата на самом деле особого значения для именно финансовых потоков не имеет, поскольку по учетам требований правил софинансирования, фактически эта плата будет вычитаться из платы концидента. Так, финансирование по концессии. Какие особенности предусмотрены в федеральных правилах софинансирования? Важный момент, на который нужно обратить внимание, с учетом правил софинансирования платежи концидента не предусматривают НДС. Соответственно, по НДС предусмотрена своя специфичная история. НДС должен финансироваться самим инвестором. Он может им финансироваться как за счет специального банковского кредита, выделенного на НДС, либо за счет акционерного финансирования. Затем, с учетом параметров проекта, в течение стадии создания НДС будет возмещаться. Именно поэтому он как раз таки и не предусматривается в платежах, которые выплачивает концидент. Первый платеж, который выплачивается по концессии, это капитальный грант. Он выплачивается до ввода в эксплуатацию. Капитальный грант включает в себя федеральное софинансирование и софинансирование за счет регионального и муниципального бюджета. В принципе, можно задать вопрос о том, зачем подробно исследовать вопросы, связанные с размером федерального софинансирования, с учетом того, что инвестор в любом случае получит средства в размере капитального гранта. Но здесь важно понимать, что с учетом правил федерального софинансирования предусмотрен размер такого софинансирования для разных регионов. И, соответственно, регионы принимают решение об участии или о неучастии в программе, в том числе с учетом тех цифр, которые предусмотрены в программе софинансирования. Размер федерального софинансирования определяется, исходя из следующих параметров. Это стоимость объекта образования, это размер капитального гранта, размер софинансирования и уровень софинансирования. По поводу стоимости объекта образования скажу, что она делится на две составляющие. Это стоимость непосредственно создания и стоимость оснащения. Стоимость создания, если есть проектно-сметная документация, в отношении которой получена заключение экспертизы с проверкой достомерности, то она определяется в соответствии с этой проектной документацией и при этом обеспечивается приведением цен к стоимости соответствующих лет. Если проектно-сметной документации нет, что более частая ситуация по концессии, то применяются нормативы цен строительства, которые утверждены Минстроем, и норматив цен строительства на одно место умножается на количество дополнительных мест, которые создаются в связи с реализацией проекта. Стоимость оснащения, в свою очередь, определяется с учетом норматива стоимости оснащения. Сейчас этот норматив составляет 198 тысяч рублей, который умножается на количество дополнительных мест, которые создаются в связи с реализацией проекта. Следующая составляющая формулы это размер капитального гранта. Вот здесь уже есть вариации между регионами. Размер капитального гранта определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта. Чем выше этот уровень, тем меньше капитальный грант, можно предусмотреть соглашение, и, соответственно, тем меньше финансирование получит регион. Есть варианты 35%, 50% и 75%. Большая часть регионов, на самом деле, может претендовать на капитальный грант в размере 50-75%, но есть ряд регионов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности, которых достаточно высокий, и поэтому в этих проектах капитальный грант будет составлять 35%. К примеру, к таким регионам относятся Санкт-Петербург и Ленинградская область. И последняя составляющая формулы это уровень софинансирования. У большинства субъектов уровень софинансирования достаточно высокий, от 93% до 99%. Однако, как и в ситуации с размером софинансирования, есть регионы, у которых такой уровень существенно ниже. Например, у Москвы, в принципе, уровень софинансирования 0%, то есть по московским проектам не может предоставляться капитальный грант. Также низкие цифры у Ленинградской области, у Санкт-Петербурга, у Самарской области, Тюменской области, Хмау и ряда иных регионов. Уровень софинансирования, данные о уровне расчетной обеспеченности, можно найти на сайте Минфина. По уровню софинансирования есть специальный акт распоряжения правительства 2468. По нему можно определить, какой уровень софинансирования может быть предусмотрен для конкретного региона. После ввода в эксплуатацию выплачивается плата к инцидентам. Аналогично плата к инцидентам формируется, исходя из федерального софинансирования и софинансирования за счет регионального и муниципального бюджета. Федеральное софинансирование определяется по следующей формуле. Часть платы к инцидентам умножены на уровень софинансирования. В ту часть платы концидента, которая финансируется за счет федерального бюджета, включены расходы концессионера, не покрытые за счет капитального гранта. Это непосредственно расходы на создание, затраты на подключение, проценты и комиссии по кредитам и займам и комиссии за обеспечение и страхование по концессионному соглашению. Кроме того, возмещаются расходы на уплату процентов по кредитам и займам, но при этом ограничена ставка. Это должна быть ключевая ставка плюс 4% пункта. Отмечу, что здесь речь идет именно о федеральном софинансировании, поэтому в случае, если в процессе реализации проекта до достижения финансового закрытия изменится ставка ключевая, то это можно будет учесть в платежах от концидента, но это будет учитываться за счет именно регионального и муниципального платежа, а не федерального платежа. Федеральный платеж останется фиксированным. Ну и, соответственно, уровень софинансирования, опять же, он определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности от 55% до 75%. По плате концидента нужно иметь в виду, что не включены федеральные софинансирования и финансируются исключительно за счет регионального и муниципального бюджета определенные категории затрат. В частности, это расходы в связи с эксплуатацией, в том числе техническим обслуживанием, они полностью финансируются за счет регионального и муниципального бюджета. И, кроме того, это возмещение налога на прибыль, которое оплачивается в связи с тем, что срок действия Конституционного соглашения меньше срока амортизации объекта. Очень важным преимуществом федеральной программы является то, что соглашение о предоставлении субсидий с федерального бюджета заключается с регионом на срок действия проекта. По общей практике такие соглашения заключаются не более чем на три года и, соответственно, ставятся под риск выплата таких средств из федерального бюджета за пределами этого срока. По этой программе софинансирования школ такие риски снимаются. Важный вопрос, который тоже может возникнуть, как поступать в случае, если в процессе проектирования увеличилась сметная стоимость объекта, и она, например, отличается от норматив цен строительства, с использованием которых было рассчитано федеральное софинансирование. Здесь, опять же, важно понимать, что НЦС используется именно для того, чтобы рассчитать федеральное софинансирование, но это не мешает в конституционных соглашениях предусматривать условия о том, что в случае, например, повышения сметной стоимости, которая подтверждена заключением экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости, будет возможность увеличить платежи от публичной стороны, но, опять же, это все только за счет регионального бюджета или муниципального бюджета. Федеральное софинансирование не увеличится. Есть разные способы учета увеличения сметной стоимости. Чаще всего это как последствия наступления особых обстоятельств. По государственному муниципальному контракту также скажу, как там предусмотрено федеральное софинансирование. Здесь все достаточно просто. Финансирование предусматривается аналогично финансированию капитального гранта. Единственное исключение состоит в том, что в рамках этой модели, в отличие от концессии, учитывается НДС. Все, что не учтено в федеральном софинансировании, финансируется за счет регионального и муниципального бюджета. Для того, чтобы регион мог подать заявку на получение федерального софинансирования, нужно выполнить ряд действий. В частности, это подготовка и подача предложения о заключении консессионного соглашения. В законе о концессиях предъявляется ряд требований к инициатору. Они на самом деле минимальны и может соответствовать практически любое юридическое лицо. Единственное существенное требование – это последнее требование о наличии средств или возможности их получения в размере не менее 5% от объема инвестиций. Подтвердить соответствие этому требованию можно с помощью письма от кредитной организации. При этом это не должен быть кредитный договор, это должно быть именно письмо о намерении кредитной организации участвовать в проекте. Либо можно подтвердить соответствие этому требованию собственными средствами, например, которые будут на счете организации. Чаще всего в качестве инициаторов выступают специальные проектные компании. Это организации, которые созданы исключительно для реализации соответствующего консессионного соглашения. То есть это новые компании, у которых зачастую очень небольшой выставный капитал, но при этом, например, застройщики могут участвовать в них в качестве участников этих организаций. Соответственно, первым этапом частной инициативы является подготовка предложения о заключении консессионного соглашения. Она включает в себя форму предложения, которая утверждена о постановлении правительства, проект консессионного соглашения и ряд приложений, которые нужны для того, чтобы подать предложение о заключении консессионного соглашения. Уже на этом этапе, на самом деле, нужно понимать, с какой финансирующей организацией инвестор идет в проект, поскольку, как минимум, такая финансирующая организация будет предоставлять письмо о возможности предоставления финансирования, плюс условия консессионного соглашения по общей практике нужно будет согласовать с такой финансирующей организацией. После того, как подается это предложение о заключении консессионного соглашения, у полномочного органа есть срок в 30 дней на рассмотрение этого предложения. По итогам такого рассмотрения принимается одно из трех решений. Либо решение об отказе от заключения консессионного соглашения. В этом случае, соответственно, реализация проекта заканчивается. Либо решение о возможности заключения соглашения на предложенных условиях, либо решение о возможности заключения соглашения на иных условиях. Любого из решений о возможности заключения соглашения достаточно для того, чтобы уже можно было подавать заявку на сфинансирование. Соответственно, до осени 2021 года, если вдруг не окажется, что программу продлили, нужно успеть сформировать предложение о заключении консессионного соглашения и получить одно из решений. Вероятнее всего, это будет решение о возможности заключения нынных условий с учетом того, что сроки на самом деле очень-очень небольшие. Осень – это когда конкретнее? Я думаю, вот Алиса Денисова, которая к нам присоединится, расскажет чуть подробнее, потому что пока вот сроки не объявлены. Изначально говорили где-то об октябре, но вот есть вероятность, что вот чуть позже можно будет. Но в любом случае готовить можно уже сейчас, потому что переговоры с публично-правовыми образованиями могут быть достаточно длительными. Так, я думаю, что на самом деле не буду подробно останавливаться на процедуре, потому что единственное скажу, что есть такой этап, который тоже нужно учитывать, что по итогам согласования предложение, оно размещается на сайте торгов, и соглашение заключается без торгов с инициатором только в случае, если не придут третьи заинтересованные лица. Если такие лица будут, то будет проводиться конкурс на общих основаниях. Так, примерный срок заключения соглашения, если не будет перехода в конкурс, где-то 4 месяца, но, конечно, очень многое зависит от конкретного региона или муниципалитета, с которым будет заключаться соглашение. У каких-то публично-правовых образований есть больше опыт, где-то меньше опыт, но в ситуации, когда есть определенные дедлайны, связанные с получением федерального софинансирования, есть надежда, что сроки будут все-таки чуть меньше, чем по общей практике, когда есть возможность чуть подробнее пообсуждать соглашение. Лысины, а можно уточняющие два вопроса? Вот чуть раньше там шла речь о статусе земельного участка, на котором все это может быть реализовано. Случаи, если земельный участок в аренде. Могут быть такие случаи? Земельный участок, то есть он находится в публичной собственности и в аренде? Если вот девелопер он предоставлен в аренду на время реализации проекта? Он должен быть освобожден от аренды до заключения консессионного соглашения и в дальнейшем уже будет передаваться в аренду во исполнение соглашения уже, соответственно, консессионеру, который, вероятнее всего, будет не тем же девелопером, а вот специальной проектной компанией. То есть это на стадии заключения такого договора надо уже понимать, в каком форме все будет реализовано. Нужно ли создавать отдельное юрлицо, на которое вот, собственно, заводится весь этот инфраструктурный объект и вся дальнейшая история, отдельное от жилого комплекса, который, например, строится рядом с этим объектом? Вообще требования такого нормативного нету, но общая практика такая, что создают, это позволяет минимизировать риски нарушения концессии в связи с какими-то обстоятельствами, которые связаны с другой операционной деятельностью. Поэтому создают, и это такое негласное требование банков тоже. Собственно, создание вот этой школы или, кстати, детский сад тоже же может быть реализован в рамках этой программы? Да, но, к сожалению, без федеральных денег, что, наверное, несколько снижает привлекательность создания садиков. Значит, вот эта школа в рамках этой программы может быть зачтена как исполнение обязанностей застройщика по созданию социального объекта в рамках инвестиционного договора с городом? Вот здесь, на самом деле, очень большие вопросы, потому что в каждом регионе, в каждом муниципалитете своя история со социальными обязательствами застройщиков, как они фиксируются, в каком они размере применяются. Например, в Санкт-Петербурге вообще очень специфичная история, связанная с предостроительной комиссией, с правилами землепользования и застройки, где есть там перечень документов, которые подтверждают создание этой социальной инфраструктуры. Здесь мы, наверное, рекомендуем ориентироваться на нормативы градостроительного проектирования и вот с учетом них оценивать, насколько создание этого объекта действительно соответствует нормативам и в последующем позволит, наверное, говорить о том, что вот в этой части застройщик выполнил свои обязательства. Правильно ли мы понимаем, что неважно, как объект будет в последующем эксплуатироваться, будет ли это передача на баланс муниципальным образованием или это будет коммерческая школа под управлением коммерческого оператора? Да, возможно, разные опции. Можно привлечь и какую-то коммерческую образовательную организацию, можно передать публичной образовательной организации. Другой вопрос, что есть регионы, для которых, возможно, принципиально именно привлечение своих образовательных организаций, но это нужно обсуждать. Плюс, наверное, скорее для застройщиков большая ценность именно в создании этого объекта социальной инфраструктуры, нежели в эксплуатации, но это не исключает и опцию частной образовательной организации. Есть ли какие-то особенности для сельских проектов? В этой программе нет. В этой программе все равно. Я смотрю, Денис подключился. Денис, хотите что-то добавить? Вот единственный нюанс, единственный, что вот возможно для сельских проектов будут минусы вот как раз таки с этим коэффициентом обеспечения, коэффициентом... Сейчас переформулируем. Проект может реализовываться только в том муниципальном образовании, в котором есть потребность создания школы. И вот есть риск, что в этом сельской местности не требуется создание школы, но вот это нужно проверять через регионы. А вот как раз задан еще раз дополнительный вопрос госпожи Газизовой. Где посмотреть необходимые для расчета коэффициенты потребностей в образовательном учреждении по субъектам? Они, к сожалению, в закрытом доступе на сайте веб.рф, но я думаю, что можно обратиться к регионам, они максимально открыты, хотят участвовать в программе, я думаю, они сообщат эту информацию. Нужно будет назвать муниципальное образование и регионы проверят, можно ли в этом муниципальном образовании создавать объект, который будет софинансироваться с федерального бюджета. Какой департамент, соответственно, скорее всего ведет это? Комитеты по инвестициям либо по образованию. Денис, извините, мы вас сбили. На принципе, Луусин достаточно исчерпывающе ответил на вопрос. Единственное, что хотел добавить, там, где вопрос по аренде был, надо уточнить, что в дальнейшем, в последующем аренда предоставляется концессионеру уже без конкурса, потому что по закону концессионных соглашений конкурсная процедура в отношении земельного участка не проводится, земля предоставляется целевым способом. Вы имеете в виду, в последующем это вот после ввода в эксплуатацию? Нет, нет, при заключении концессионного соглашения, там, в течение 60 дней, как правило, заключается договор аренды, который предусматривает и строительство, и последующую эксплуатацию самого объекта. Понятно. Таким образом, мы имеем дело с достаточно свежей, как бы, историей, которая может быть отнесена к объектам, которые, ну, вот только в этом году начали, собственно, проектировать и, как бы, задумались, да, на стадии задумки. Можно ли вписаться в эту историю, если проект уже находится в стадии строительства, условно, там, две фазы вот уже реализованы, да, у них еще две на подходе, и вот, собственно, тут вот выходит вся эта программа, и они вот радостно думают о присоединении. Это возможно, в принципе? Ну, получается, можно попробовать присоединиться через госконтракт на выкуп уже созданного объекта образования. Ну, вот только такая вот опция, к сожалению. Понятно. Для стимулирования, получается, вот несколько подостывших проектов, да, за последний, там, посткарантинный период. Вот, понятно. А, коллеги, у нас должна еще подключиться госпожа Денисова. Нет ли у вас информации, как у нее это получается? Вот сейчас уточняю, наверное, буквально минуту-две. Пока Лусяна уточняет, я, наверное, дополню. Скажу, что первая очередь отбора, она уже завершена, и подведены предварительные итоги Минпросвещения. Они, в общем, несколько неожиданно были для... Ну, как неожиданно? На все стороне все неожиданное должно быть ожидаемо. Вот. И, конечно же, ожидали большее количество заявок. Их поступило достаточно. Но пока что, как бы, сам механизм только-только раскачивается. Нужно понимать, что возможностей их достаточно много сейчас. И по разным регионам мы там со многими общаемся, понимаем, что желание есть, иногда просто не хватает компетенции. Либо есть некая инертность со стороны участников рынка. Ну, опять же, это дает нам основания полагать, что программы подобного рода будут либо продлены, либо аналоги будут запущены в следующем году по мере повышения как раз качества информирования и присоединения других участников к этой игре. Ну, вот это вопрос, скорее, к Алисе, которая подключилась у нас. Вот. Я думаю, что она тут больше сможет рассказать, чем мы. Алиса, добрый день. Добрый день, коллеги. Рада всех видеть. Прошу прощения за легкое опоздание. Алиса, добрый день. Я слышу, что уже есть какие-то вопросы. Я еще не знаю. Да, да, да. Я представлю вас. К нам присоединилась Алиса Денисова. Это руководитель направления современная образовательная среда ВБРФ. Собственно, человек, который, как сказал Денис, максимально погружен в текущие реалии этой программы. И, Алис, вам слово на тему актуальной информации по программе федерального софинансирования и основные нюансы, на которые стоит обратить внимание с учетом вот этих предыдущих очередей отбора, которые вы уже видели. Да, коллеги, спасибо за представление, за возможность на такую широкую аудиторию заинтересованных в этой программе участников рынка вообще сделать доклад. Я буду говорить из двух ролей. Первая моя роль – это действительно автор-методолог самой программы в части вне бюджетки, в части написания и постановления, правил предоставления и субсидий. Вторая роль – члена комиссии по отбору проектов. И действительно, эти роли между собой, естественно, связаны. Мы постоянно рефлексируем о том, как идут отборы. На данный момент по итогам трех отборов по проектам двух волн. Волны – это такой понятийный термин, который определяет предельный срок создания объектов. Первая волна – это срок создания до конца 2022 года, вторая волна – 23-го, третья волна – 24-м годом, концом. По итогу трех отборов в рамках первых двух волн я могу сказать, что мы уже отобрали четверть целевых показателей программы. Как раз сегодня подбивала статистику. И на самом деле мы этому, как все члены комиссии, этому рады. Из четверти отобранных в рамках целевого показателя проектов мы видим, что еще четверть – это уже сейчас конституционное соглашение. Это крайне востребована модель государственно-частного партнерства. Понятно, что по итогам первой волны с предельным сроком сами концессии, конечно же, было, ну скажем так, сложно подготовить в такие сжатые сроки. Напомню, что программа запустилась в конце февраля, и первые отборы были в апреле-май. И частные инвесторы еще не успели подготовить частные комиссионные инициативы. И не был сформирован статус не нового игрока, федерального оператора, который тоже выбран распоряжением правительства. Несмотря на это, уже четверть места – это конституционное соглашение. И дальше, судя по опросам субъектов, эта доля будет увеличиваться. Сами субъекты Российской Федерации в ходе опросов, официальных опросов со стороны Минпросвещения и ВЭБа, как соисполнителя программы в рамках поручения президента, заявляют, что в рамках конституционного механизма будет создаваться порядка двух третей программы целевых показателей, установленных федеральным проектом «Современная школа». Конечно, в этом возможном рынке конституционных соглашений частным игрокам, частным девелоперам есть возможность поучаствовать. На что нужно обратить внимание? Поскольку правила довольно жесткие в части требований к проектам, в том числе в модели конституционных соглашений, как минимум нужно ознакомиться с существующей практикой заключения конституционных соглашений, удовлетворяющей требованиям и программы, и требованиям кредиторов. Здесь мы можем подчеркнуть, что по нашей экспертизе двух типов коробочных решений, опробированных на рынке, двух системообразующих банков, по результатам этой экспертизы обе коробки были доработаны, сейчас они удовлетворяют требованиям программы по итогам первого, второго, третьего отборов, и «Газпромбанк», и «Сбербанк» участвуют как кредиторы в проектах, реализуемых при участии частных инвесторов. Причем иногда частными инвесторами являются как раз региональные девелоперы. На эти коробочные решения стоит опираться как минимум с двух точек зрения. Первое, вы получаете однозначно в правовой точке зрения выделенный продукт. Вам не нужно ничего самим придумать. Второе, вы получаете тот продукт, который уже удовлетворяет требованиям на федеральную субсидию. Это немаловажно. Второй момент, на который следует обратить к потенциальным участникам рынка, это, конечно, сама специфика конституционных соглашений. Мы с вами понимаем, что концессии, в отличие от модели приобретения в государственную или муниципальную собственность объекта образования отличаются долгим сроком реализации проекта. И в рамках исполнения обязательств конституционера есть не только понятные всем обязательства по созданию объекта образования, его проектированию, строительству и оснащению, но и такие не для всех игроков из рынка девелопмента понятные или, скажем так, бизнес-интересные задачи, обязательства как эксплуатация, как целевая, так и техническая. Здесь, надо сказать, что само постановление довольно гибко может быть интерпретировано в части возможных объемов обязательств конституционера в организации целевой услуги, то есть конституционер вместе с концидентом могут развивать объемы услуг в доп. образовании, совместно выбирать и организовывать образовательные какие-то учреждения, то есть, возможно, даже такие модели, но обычно, как мы это видим сейчас по итогам отборов, конечно, частные инвесторы уходят в модель минимального объема обязательств на конституционере в части целевой технической эксплуатации. Учитывая сроки реализации проектов, напомню, что предельный срок это до 15 лет, вопросы эксплуатации должны быть в первую очередь и правильно структурированы. Здесь, конечно, важно мнение вашей как бизнес-стороны, как инициатора проекта и вашей кредитующей организации. Для веба, так как я истинный директор бизнес-блока, первую, прежде всего, не только как методолог работы, но как структуратор сделать, но мы в данном случае поддерживаем следующую мысль. Мы работаем в основном с типовыми проектами, в которых типовая модель распределения обязательств выглядит следующим образом. Мы говорим о том, что конституционер оказывает техническую услугу, технической эксплуатации после ввода объекта в эксплуатацию, а также минимальный объем доп. образовательной услуги. При этом базовая услуга образования все остается за выбранной и уполномоченной со стороны конституционера бюджетной образовательной организации. Почему я обращаю на это внимание? Потому что после анализа рисков, связанных с эксплуатацией, вот по обращению уже определенных региональных инвесторов частных, мы видим заинтересованность в некой коллаборации или кооперации с третьей особенностью этой программы с определенным новым игроком. Это как раз федеральный оператор общества граничной ответственности прошколы, который консессионер без конкурса. Кстати, это было впервые в истории Российской Федерации, когда правительство пошло на такие меры, и для цели выполнения программы в сроки, в качество, в масштабности всей географии страны определило такое юридическое лицо не для цели федеральной концессии, а для цели как раз заключения концессии на региональном муниципальном уровне. Что мы видим? Что местные игроки, обладающие строительным, проектным мощностью, ресурсами и отчасти финансовыми ресурсами, готовы выступать в модели партнерства с федеральным оператором прошколы, и в этом плане мы как институт развития, как участник этого общества, мы в принципе заинтересованы в строении таких коллабораций, потому что сама реализация проектов на местах, конечно, требует региональных ресурсов, понимание специфики и умение просто реализовывать эти проекты на территории конкретного региона, конкретного города. Эта особенность, она, скажем так, конструктивная, она созидающая, поскольку следующие отборы будут вестись на третью сроку 2024 года в конце этого года. Мы еще не издали ведомственный припад соответствующий, но я уже точно могу сказать, что старт этого отбора будет примерно в декабре 2021 года, а завершение скорее всего в феврале. Мы подвинем сроки проведения отборов, это значит, что у всех участников рынка есть возможность осознать, в какой модели вы пойдете, в модели консессионера независимого, либо в модели коллабораций, кооперации с прожковой. И четвертая интересная модель, мы ее опробировали с хорошо известным вам институтом развития, акционерным обществом Дом.РФ, эта модель связана с передачей земельных участков. Основная особенность здесь, конечно же, для цели заключения консенсионного соглашения, земельные участки на момент принятия решения о заключении консенсионного соглашения или рассмотрении частной консенсионной инициативы должны быть по общему правилу, по требованиям программы в субъектовой либо муниципальной собственности. Иначе говоря, они должны быть а.а. на правильном уровне правообладателя, б. они должны быть освобождены от обременения. И вот я уверена, что коллеги-юристы, юридические консультанты с вами это проработают неоднократно, но что мы нашли как неинтересную особенность для работы с миром девелоперов. Понятно, что как у Дом.РФ, так и у вас может быть уже в рамках собственных проектов есть определенные банки земельных участков, которые либо осваиваются, построены какие-то очереди, там запланирована школа, либо не осваиваются, но непосредственно близости к уже освоенным. Есть процедура быстрой передачи земель на баланс субъекта, которая позволяет буквально в считанные там дни провести такую передачу и обеспечить как раз возможность входа в проект модели консенсионного соглашения по удовлетворяющему требованиям программы. Мы тоже тем заинтересованным игрокам, которые по итогам семинаров как-то себя проявят вместе с коллегами, мы готовы этой практикой поделиться, не буду на ней подробно останавливаться, но скажу, что уже, по-моему, в четырех субъектах мы такое даже на вот текущем отборе, втором отборе по проекту 2023 года по сути вместе с Дом РФ обеспечили. Там Дом РФ был держателем земли, это вообще была федеральная земля, и несмотря на это мы эту федеральную землю за счет компетенции Дом РФ передали на уровень субъектов с соответствующим несением за ней в городостроительную документацию. Буквально там за полтора месяца городостроительная документация была вся подготовлена, и дальше происходила оперативная передача. В вашем случае это может быть еще быстрее, если уже есть соответствие по ПТ и прочим документам. Вот несколько таких точечных моментов. Готовы ответить на любые вопросы про то, как считаются субсидии, какие у них есть дополнительные особенности финансово-экономические, если это аудитория интересная, или какие-то другие. Давайте начнем с вопросов, которые уже появились у нас на Ютубе. Значит, во-первых, вот все, что вы перечислили, вот эти четыре модели государственного софинансирования затрат на создание соцобъектов, можно ли где-то на сайте ВебРФ или еще посмотреть в оформленном виде, в виде некой методички, какой-то бумажной носитель, скачать что-то? Да-да-да, конечно, мы проводили неоднократные семинары всероссийские для представителей субъектов, частных инвесторов, мы эти материалы вам передадим для коллег, есть как большая, большая нормативная база, так ее интерпретация, простите меня, человеческим языком. Вот, и то, и другое, и то, и другое, конечно же, есть, мы передадим коллеге ознакомиться. Хорошо, то есть это тогда мы у вас запросим и разместим у себя тоже на ресурсах. Есть ли какой-то источник, в котором публикуется по адресной или по субъектной информация о реализуемых реализованных проектах по этой программе? И есть ли типовая примерная форма конституционного соглашения? собственно, к первому вопросу. Да, на оба вопроса отвечу сразу с конца. Про типовую форму документации. Значит, да, она есть, она есть у двух банков. Коробочное решение Сбербанка публично у них на сайте. Коробочное решение Газпромбанка. Не уверена, что публично, но уверена, что вы всегда можете его запросить, если Газпромбанк ваш финансирующий ключевой партнер. Ссылки тоже на ту часть, которую публично я пришлю коллегам. То, что касается по адресного перечня. Все решения комиссии по отбору проектов, которые принимаются на основании целого порядка принятия решений, конечно, публичны. Здесь единственным источником официального опубликования результатов является сайт Министерства просвещения. Понятно, что в нем много всего есть еще кроме вот этой программы. Иногда в нем навигация усложнена. Если вам интересно ознакомиться с теми решениями, которые уже были, мы с радостью просто пришлем всю подборку протоколов соответствующих. И, конечно, финальная стадия опубликации решений это нормативный, точнее, распределительный акт правительства о предоставлении средств субсидии на соответствующие годы. И он не пообъектный, он уже идет на уровне субъекта, то есть на уровне субъекта заявки могут делаться на множественность проектов, 5, 6, 7 школ. И распределительный акт правительства уже фиксирует все субсидии на этот субъект, на заявленные и отобранные проекты. При этом для подготовки заявки на отбор со стороны федеральной субсидии создан специальный ресурс, правда, взаимодействие в нем строится между уполномоченными органами исполнительной власти со стороны региона и Министерством просвещения. Конечно, члены комиссии к нему тоже имеют доступ. Этот ресурс помогает субъектам подготовить, собрать всю документацию по проекту в рамках заявочного отбора, структурировать в соответствии с формами, как можно меньше сделать ошибок по комплектности материалов и так далее, поработать с членами комиссии для снятия каких-то вопросов до проведения самой комиссии. Вот такой ресурс тоже был нами создан, по-моему, впервые в истории работы социального блока правительства, они до этого всегда работали на бумаге. Теперь мы работаем в безбумажной форме, все заявки подписываются электронно и формируются электронно. К нему не имеют доступа частные инвесторы. Частные инвесторы для того, чтобы активизировать работу с органами исполнительной власти, должен себя проявить, проявить каким образом, я уверена, что вам уже рассказывали про частную консионную инициативу, вы должны ее подать. Желательно подать и, конечно, с субъектом провести неоднократные переговоры, удостоверившись в том, что этот проект реализуется на территории муниципального образования с потребностью, как минимум этот подсекающий фактор должен удовлетворять, и как максимум достигнуть понимания, что субъект готов на эту частную функционную инициативу с вами, как с потенциальным игроком, дальше готовить заявку на федеральную субсидию. Заявки непосредственно от частных инвесторов, от каких-то операторов, консессионеров, неважно их статусы, роль и объем, масштаб деятельности не принимаются. Заявка подписана с высшим должностным лицом, это официальный документ, то есть, условно говоря, губернатор должен подписать эту заявку, и только тогда комиссия в министерстве ее рассмотрит. Обязан ли консессионер в процессе строительства школы проводить публичный конкурс по выбору генпотрядчика или он вправе сам выбирать по своему усмотрению? Ответ на этот вопрос в двух плоскостях лежит. Первое требование федерального закона 115, второе правило предоставления субсидий, требование к консессионным соглашениям, установленным в этих правилах. Во втором случае у нас никаких требований по процедурам отбора генподрядчиков у консессионера со стороны федерации не устанавливается. Далее, если смотреть на сам федеральный закон о консессионных соглашениях, мое понимание его в этой части это абсолютная свобода волеизъявления между консессионером и теми подрядными организациями и особенности уже в рамках заключаемого консессионного соглашения. Что может быть? Консцидент может потребовать процедуру согласования генерального подрядчика. Ответственность при этом за этого генерального подрядчика и процедуру его отбора все равно несет консессионер. Но консцидент может сказать я хотел бы согласовывать выбранную в рамках любой процедуры которая будет у консессионера генерального подрядчика. С такой практикой мы сталкивались в ходе отборов мы видели несколько консессионных соглашений где консцидент такое себе право потребует. Это уже договоренность сторон. Классический инвестор он может попросить. Но при этом конфессионер если он структурирован в частном секторе и в нем не попадает по требованию 223 федерального закона всего отсутствия в капитале соответствующего уровня государственных корпораций Российской Федерации напрямую то вы вольны принимать свое положение о закупках или не принимать его вольны делать консорциумы вперед это абсолютно свобода вылез явления на мой взгляд. Да присоединиться к тому что да сказал Алиса и в продолжение вопроса вот как раз с учетом того что у нас в таких проектах чаще всего специальные проектные компании то такие организации чаще всего не имеют не являются членами саморегулируемых организаций поэтому общая практика это привлечение технических заказчиков консессионерами которые затем привлекают генеральных подрядчиков такая модель тоже допускается консессионным законодательством. Да спасибо действительно это вот хороший пример и в других отраслях это точно так же используется не только в этой новом рынке школьного строительства в ГЧП но и в других моделях тоже абсолютно открытая история. Здесь на что хочется обратить внимание на то что если вы решаетесь быть консессионером вы сами структурируете митигацию или защиту от каких-то производственных строительных рисков если у вас как у девелопера есть своя генподрядная организация свой технический заказчик и так далее вы как бы вольны структурировать взаимодействие с ними изначально прямо показывая это консиденту либо во вторую очередь это ваша ваша история. Могу сказать как Прошкова будет отбирать себе генподрядчиков если это интересно то Прошковое положение о закупках будет оно не будет регулироваться в 223 ФЗ но какие-то аналогии имеются и мы выбираем из региональных строительных компаний лидеров я уверена что здесь присутствуют на звонке представители тех компаний с которыми мы уже ведем переговоры которые предаккредитованы это просто отбор генеральных подрядчиков техническим заказчиком Прошкова является подвет Минстрой это Роскапстрой который выполняет функции все свойственные функции технического заказчика и стройконтроль в одном ключе но вот генподрядчиков будем отбирать на двухэтапной процедуре аккредитация с учетом мнений банков ну и последующая тендерная процедура по аккредитованным подрядчикам закрепленным за конкретными субъектами за конкретными проектами если земля в частной собственности находится и стройка МКД уже ведется можно ли часть земельного участка быстро передать собственность муниципальное образование чтобы принять участие в программе это собственно вот об этом вы уже говорили но еще раз давайте да да коллеги вот юридические консультанты я уверена могут вам помочь форматом безвозмездного передачи в муниципальную казну либо в субъектовую казну выбор уровня передачи лежит и зависит от мнения кредиторов обратите на это внимание не на всех не во всех регионах не во всех муниципальных образованиях кредиторы будут готовы кредитовать проекты на муниципальном уровне поэтому выбирая кому будете передавать землю сразу думайте о том кто будет консидентом да если вам кредитор говорит слушайте мы с радостью сделаем с вами консессию но консидентом должен быть субъект то передавайте это в казну субъекта Ну и в целом эта операция не очень сложная, но в ней важно были изъявления второй страны, она должна быть готова принять от вас эту землю, а потом частную консульционную инициативу, потом сделать заявку. Прежде чем начать писать такие документы, конечно, проведите переговоры, просто скажите субъекту муниципальному образованию, что вы готовы это делать и двигайтесь по дорожной карте. Важным является то, что субъект должен быть готовым принять и соответствующее заверение о том, что он принимает эту собственность на стадии отбора дать федерации, показать, что либо уже соответствующее решение принято, там идет просто техническое оформление, либо оно будет принято в ближайшее время. Возможно ли передать земельный участок из частной собственности в субъект только перед непосредственным заключением КС? На момент подачи ЧКИ инвестор не уверен, получит ли федеральный финансирование и заключит ли он консульционное соглашение? Тонкий такой вопрос, там вопрос планирования сроков и принятия соответствующего решения уполномоченным органам, которые рассматривают готовность заключать консульционное соглашение на основании инициативы. Нам надо выверить сроки, потому что я не уверена, что в эти сроки получится эту конструкцию сложить. В общем, если субъект будет готов к такой конструкции, принять решение уполномоченного органа с соответствующими вот этими процедурами внутри по приему у частного инвестора земли, и также это описать и расписаться на этом, то такую заявку мы не будем отклонять. Но для этого нужны соответствующие упоминания в решении о рассмотрении частной консульционной инициативы. У меня есть вопрос еще про ограничение бюджета, выделяемого на одну школу. То есть я знаю, что сейчас многие застройщики воспринимают школу как такое конкурентное преимущество своего жилого комплекса, стараются его создать максимально интересным и часто превышают те нормативные параметры по себестоимости. Вот эта разница, каким образом с ней работать? Смотрите, это такой очень болезненный вопрос, потому что объективно в отсутствии проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу по объекту, принятие решения о субсидии, именно о субсидии средств федерального бюджета, строится на основании методики. Методика – это тоже ведомственные документы, подписанные членами комиссии, и по этой методике мы говорим о том, что в отсутствии ПСД мы считаем стоимость создания объекта от нормативов цен создания объекта и нормативов цен оснащения объекта средств на обучение и воспитание. Ну, поскольку аудитория девелоперов и строителей, не надо объяснять, что это нормативно закрепленные переменные, которые умножаются на ряд коэффициентов, увеличивающих либо уменьшающих их в базе. И, скажем так, реальная стоимость школы от стоимости нормативной, ну, конечно, отличается. И вот вся эта дельта, в том числе за счет просто качества, которое, либо за счет отсутствия каких-то компонентов в самом инцессе, она ложится на плечи субъекта. Да, она не ложится единовременно. В концессии вы ее вместе с банком растягиваете, субъекты, платят концидент, выплачиваются, например, 10 лет. Ну, это расходы субъекта. Поэтому тут такой, знаете, вопрос, готов ли будет субъект в рамках вашей концессии, которую вы будете делать по какому-то неординарному индивидуальному, например, проекту, либо еще каким-то там специально придуманной школой, готов ли он будет брать на себя вот эту дельту? Потому что федерация точно ее софинансировать не будет. И, ну, вот что я могу сказать уже как практик, да, вот у нас сейчас в портфеле 400, по-моему, и 450 объектов. Я могу сказать, что у меня только в двух объектах. Ну, то есть какой-то вообще очень маленький процент таких вот авторских индивидуальных отклонений. Потому что субъекты в основном деньги сейчас, ну, скажем так, экономят, да, они не готовы идти на какие-то там спецсории. Что это значит с экономической точки зрения? Вы можете сделать классную школу, но эту дельту вы можете класть в как бы невозвратные инвестиции. Для вас экономический эффект для девелоперов продажи квадратного метра и, возможно, лишние там 300 миллионов, 200 миллионов в школу, при том, что все остальное выгасится за счет субъекта и федерации, дадут такой абсайд в квадратных метрах, который, ну, как бы перекроет эти, скажем так, безвозмездные спонсорские средства. Это часть вашей политики инвестиционной. Мы, если к нам придут такие проекты, их с радостью посмотрим, потому что нам было бы здорово увидеть в портфеле не только повторение типовых проектов. Ну, мы, собственно, смотрели школу формулы в испанских кварталах, и как раз вот там отыгран именно этот вариант, который вы сейчас озвучили. Понятно. Да, мы как кредитор, могу сказать, как кредитор, как банкарант, мы на такое готовы посмотреть, потому что если это будет вот в такой модели, мы даже готовы посмотреть, как-то там пиарить это, про это рассказывать, потому что это осознанная практика инвестирования. Это как раз то, что вот есть же фактор, да, вы доинвестируете, не в прямом смысле, в безвозвратно даже, я бы сказала, спонсорски дарите в объект образования средства, и это очень хорошая практика для городской среды, для вашего квартала, для жителей, для всего. Конечно, мы такое будем поддерживать. Коллеги, у нас последние буквально вот есть пять минут, да, когда Алиса с нами, поэтому у нас еще два вопроса уже успела поступить. Можно ли заключить соглашение на встроенно-пристроенные объекты? Какие будут тонкости в этом случае? Первое, мы с вами говорим про создание дополнительных школьных мест. При этом, второе тезис, школьные места могут создаваться в рамках образовательного комплекса, в который могут входить в том числе объекты дошкольного образования, но субсидии даются только на школьные места. Значит, по практике школьных мест и по САНПИНам ИСП, которые сейчас действуют, все-таки объект школы в части, если мы говорим про все ступени, это отдельно стоящее здание сооружения. Встроенно-пристроенными проектируются, реализуются проекты дошкольных учреждений, и здесь мы проблем не видим. Может быть такой проект в рамках этой программы, когда реализуется образовательный комплекс, отдельно стоящее здание школы с включенным в образовательный комплекс с там тремя, двумя, четырьмя объектами дошкольного образования, являющимися встроенно-пристроенными объектами. Такое можно сделать и по САНПИНу, и по СП. Средства субсидий будут даваться на дополнительные школьные места. Я, может быть, чего-то не знаю, но я не видела ни одной школы встроенно-пристроенной. Если такое есть, давайте прям, мне это интересно самой, как бы эксперту изучить. Но пока я таких проектов просто не видела. Возможно, какие-то есть, знаете, такие смешанные типы, когда дошкольные учреждения и ранняя началка, и вы это интерпретируете как школьные доп. места, но я не уверена, что по нормативке, скорее там, градостроительной, минстроевской, да, это будет интерпретировано как объект общего образования. Вот на это нужно обращать внимание. Поскольку вы упомянули о привлечении к реализации конституционного соглашения про школы, то вопрос такой, в какой момент, в какой стадии она включается в процесс, и меняется ли от этого процедура получения конституционного финансирования? Да, по процедуре меняется примерно все, потому что, уверена, коллеги вам рассказали про частную конституционную инициативу, так вот и про ее публичный характер на определенной стадии, там 45 дней торгов, ну, не торгов, а размещения на торге ГОФРУ. У про школы всего этого нет. То есть про школы экономят время субъекта и своих партнеров по процедуре, сразу выходя на принятие решения о заключении конституционного соглашения по статье 22. Это, ну, минус где-то дней 60, наверное. Это с точки зрения процедуры, с точки зрения, когда подключается, про школы подключаются на самом раннем этапе. То есть работая как конституционер, конечно, она начинает диалог с субъектами власти по точке ноль, с выбора земельного участка, ТЭПов, создание финансовой модели вместе с кредиторами и так далее. И тут что можно сделать? По тем проектам, которые вы делаете, можно собрать условно с вашей аудитории реестр тех проектов, которые вы бы хотели сделать. А про школу могла бы на этот реестр поставить плюсики или минусики. Во-первых, с точки зрения, а в этих городах потребность есть или нет. Второе, про школу могла бы, потребность, я имею в виду, как коэффициент потребности, тот самый оснащающий фактор. Второе, про школу могла бы обеспечить как бы оперативную обратную связь, а готов ли будет субъект на этой территории посмотреть дополнительные проекты, кроме тех, которые уже про школу реализуют. Либо какие другие инвесторы реализуют. Ну и третье, как-то совместно подумать над возможной реализацией проектов в той или иной форме. Такая модель открытая, я готова организовать. Это как руководитель программы, то есть диалог построить. Мы заинтересованы в нем, потому что на третью волну сейчас есть дефицит мест, то есть, как сказать, недобор по заявкам субъектов. У нас порядка 60 тысяч мест. Мы еще можем, по идее, так сказать, в эту программу отобрать и реализовать. И, конечно, мы будем открыты к реализации совместных проектов сильными строителями, сильными девелтерами. Это, понятно, взаимовыгодная такая кооперация. Коллеги, у меня через две минуты... Все, я на самом деле не хотела сказать, что мы, наверное, все вопросы свои исчерпали. Если нужна какая-то обратная связь с Алисой или с коллегами и с Качкиным партнером, мы с удовольствием организуем видеозапись, пришлем. Материалы, которые обещаны, госпожа Денисовой, запросим, с удовольствием разместим в рассылке, которую мы обещали. И спасибо вам большое за ваше время, Алиса. До свидания. Спасибо, коллеги, до свидания. Коллеги, ну вот в таком режиме, темпе вальса, я бы сказала, да, произошло включение с ВБРФ. Спасибо большое за организацию вот этого информационного канала. И, безусловно, то, о чем было сегодня сказано, очень важно и нужно для развития не только там девелтерского рынка, но и России в целом. Поэтому все вот с позволениями методички, ссылки до подборки протоколов и так далее, мы с удовольствием бы с вашей помощью получили, разместили бы в той рассылке, которую мы будем делать по тем, кто зарегистрировался на данный вебинар. Ну и, Денис, вам, наверное, слово для подведения итогов. Для подведения итогов. Да, спасибо большое, Эверина. На самом деле, Алиса в завершении сказала очень важную вещь, что сейчас у них недобор на третью волну на 60 тысяч мест. Но это минимум 60 школ. Хотя я думаю, что реально, как бы, там понятно, что будет еще больше, скорее всего, потребность, потому что те, кто сейчас есть в пайплайне, они, скорее всего, кто-то отпадет, кто-то появится. Поэтому вот, ну, надо понимать, что это возможность, окно возможности еще не закрыто, и, в общем, в него можно попасть. В завершение, наверное, хочу сказать, что, да, есть две модели, действительно. Одна из них – это идти в качестве генерального подрядчика у прошколы, работать по достаточно стандартной модели, привычной модели, когда вы, в общем, несете стандартные строительные риски. И вторая модель – это выступать в качестве самостоятельного инвестора, когда вы идете в партнерстве с кем-то из ведущих госбанков, самостоятельно инвестируете, несете больше, наверное, рисков, но, с другой стороны, приобретаете дополнительные компетенции. У нас есть примеры сейчас, когда строительные компании развивают компетенции в конституционном направлении в разных сферах, не только образование, но и транспорт и так далее. И при этом цена за этот риск, она, конечно же, больше с точки зрения того, что вы получаете больше возможности заработать и больше управляете самим процессом. Поэтому выбирать вам, коллеги, решайте. Мы открыты к диалогу, как и Вилина, уверен, готов в этом смысле. Давайте выстраивать общение. Спасибо. Всем спасибо. Контакты всех у нас сторон есть. Обращайтесь, пожалуйста. Будем рады организовать ваше взаимодействие. Всем спасибо за сегодняшнее утро. Хорошего окончания дня. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...